В Петропавловске открыли молокоперерабатывающий завод. Запустили предприятие в ходе телемоста глава государства Нурсултан Азарбаев. Стоимость проекта порядка трех миллиардов тенге. О возможностях и перспективах индустриального производства в материале Ирины Панфиловой. Новый молокоперерабатывающий завод – проект карты развития предпринимательства. Запустили индустриальное производство в ходе телемоста с участием главы государства по госпрограмме индустриально-инновационного развития. Молочное предприятие будет вторым по мощности в Казахстане. Сутки на заводе будут перерабатывать 320 тонн молока. Новая шведская линия работает автоматически, сама посует готовый товар. Для обслуживания этого производства необходимо всего два человека. Оборудование для завода взяли в лизинг. Стоимость проекта порядка трех миллиардов тенге. Как только предприятие выйдет на полную мощность, в планах создать 120 новых рабочих мест. Нарастить объем и улучшить финансовые показатели компании – это первое. Второе, конечно, путем увеличения мощностей, мы имеем возможность экспортировать нашу продукцию. Не только обеспечить молоком большую часть населения Казахстана, но и выйти на приграничные рынки с Россией. Сырье для переработки будут закупать местных сельхозтоваропроизводителей. Сегодня в регионе работают 72 молочно-товарные фермы. В этом году в Северном Казахстане планируют увеличить на дое молока до 555 тысяч тонн. До конца года мы запускаем еще две фермы в этом году. А на будущий год у нас есть амбициозные планы. Порядка семи новых современных ферм мы сейчас построить и запустить. Мы сейчас подыскиваем инвесторов. Наша сила в том, чтобы мы здесь должны производить мясо, молоко намного больше, нежели чем сегодня. У нас есть огромный потенциал в этом. До конца 2017-го в Североказахстанской области намерены запустить еще два проекта карты развития предпринимательства. Уже есть планы и на следующий год ввести в эксплуатацию 8 индустриальных производств. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулигин Иманов и Дмитрий Рура, Петропавловск, Хабар-24.